Франшиза. Как много в этом слове. Работая более 10 лет во франчайзинге, я встречала разных франчизеров и франчайзи и буквально по двум-трем слайдам из презентации могу понять, насколько перспективна франшиза и насколько достоверна информация, которую доносят до потенциальных партнеров. Сразу скажу, что публикации этого видео я не преследую цели разоблачения или наоборот рекламы каких-либо франшиз. Я даже просто аналитику никакой конкретной франшизы проводить не стану. Цель этого видео сравнить доходность и окупаемость в бьюти-бизнесе. Сравним прибыльность салона красоты с полным набором услуг, нескольких моно-студий, которые специализируются, например, на маникюре или бровях, а также студии лазерной эпиляции и коррекции фигуры. И сразу небольшой спойлер. На цифрах увидим, как выгоднее открывать студию коррекции фигуры самостоятельно или по франшизе. Для этого обзора я рассматривала предложения в самых популярных каталогах франшиз и использовала только те данные, которые находятся в открытом доступе. Поскольку торговые знаки зарегистрированы, а разрешение на их использование я не получала, логотипы этих студий здесь не размещаю и название не называю. При желании можете зайти на сайты каталогов франшиз и, я уверена, без проблем найдете франшизы, о которых я буду говорить. Всего рассмотрим 11 бьюти-франшиз кратко и по делу. Итак, для начала посмотрим, какие вложения требуются для открытия салона красоты с полным набором услуг. Это и парикмахерский зал, и маникюр, брови и так далее. Например, одна из франшиз с первых страниц каталога предлагает вам открыть бизнес, в который потребуется вложить от полутора миллионов рублей, а примерно ежемесячная чистая прибыль составит от 185 тысяч. Таким образом, ваша прибыль будет составлять 12,36% от вложенной суммы ежемесячно, а чтобы окупиться, вам потребуется отработать не изымая из бизнеса ни рубля 8 месяцев. Еще один франшизер предлагает открыть салон с вложениями от 3 миллионов рублей и прогнозирует ежемесячную прибыль в 250 тысяч. То есть в этом случае вы ежемесячно будете получать по 8,33% от инвестиций и бизнес окупится за 12 месяцев. Третий франшизер предлагает открыть салон с услугами маникюра, педикюра и оформления бровей. Анонсирует вложения в размере от 1 миллиона 100 тысяч, а прибыль обещает 180 тысяч рублей, то есть 16% от затраченной на открытие суммы. Окупаемость составит 6 с небольшим месяцем. Давайте посмотрим, может быть у моностудий, которые специализируются на ногтевом сервисе, ситуация выгоднее. Действительно, есть предложение, при котором вам обещают окупаемость за 5 месяцев и ежемесячную прибыль аж 18,18% от суммы инвестиций. Правда, инвестиции эти составят от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Прилично так, особенно учитывая, что почти половина это паушальный взнос и реклама. Есть вариант немного бюджетнее. Вложения здесь составят от 1 миллиона 860 тысяч рублей, прибыль 9,14% от вложений, а это 170 тысяч, что означает окупаемость в почти 11 месяцев. Есть среди франшиз маникюрных студий и визуально более убедительное предложение. Состав управляющей компании внушает доверие. Студии действительно выглядят выигрышно, но и выложить на открытие такой студии потребуется от 2,5 миллионов рублей. А вот ежемесячная прибыль составит всего 180 тысяч. Это всего 7,2% от инвестиций и да, я не ошиблась. Окупаемость больше года 14 месяцев. Перейдем к студиям лазерной эпиляции. Одна из самых популярных франшиз, в сети которой работает уже более 200 студий, предлагает открытие с инвестициями в 2,7 миллионов рублей. Однако чистую прибыль прогнозируют всего от 170 тысяч рублей, а окупаемость в 15 месяцев. Я напомню, это означает, что вложив в бизнес 2,7 миллиона, вы больше года при ежемесячной чистой прибыли в 170 тысяч должны будете работать, не забирая из оборота абсолютно ничего себе, чтобы вернуть сумму, вложенную в открытие. Есть и другое предложение. Франшиза в студии, которая помимо эпиляции предлагает клиентам шугаринг и ваксинг. Здесь открытие будет стоить от 900 тысяч, ежемесячная прибыль от 120, то есть 13,33% от вложений, а окупаемость в 7,5 месяцев. Теперь рассмотрим франшизы студий по коррекции фигуры. Первое предложение – открытие студии с вложениями от 720 тысяч рублей и чистой прибылью от 120 тысяч, то есть 16,67 от вложений и окупаемость в 6 месяцев. Это одно из лучших соотношений, если смотреть бьюти франшизы в целом, но конкретно для коррекции фигуры показатели маленькие. Есть также предложение от франшизера, у которого было открыто уже более 70 франшизных точек. Я не знаю, сколько из них работают на данный момент и насколько они успешны, но сам факт востребованности открытия бизнеса в этом направлении налицо. Здесь вложения составят от 613 тысяч рублей, а ежемесячная прибыль от 150. Это больше 24% от инвестиций и окупаемость 4 месяца. Вот это больше похоже на правду в нашей сфере. Теперь интересный момент. Когда тебе предлагают франшизу от производителя, то логично предположить, что это будет самое выгодное предложение в нише. Ведь, казалось бы, производитель аппаратов как минимум может помочь избежать лишних издержек на оборудование, а это самая большая статья расходов. Так я рассмотрела франшизу студии от производителя аппаратов. И, к моему удивлению, сумма инвестиций составляет от 1 миллиона 400 тысяч рублей, а чистая прибыль всего от 110 тысяч. Показатель в 7,86 это даже в целом для бьюти очень мало, не говоря уже о высокомаржинальных аппаратных услугах. И окупать такую студию более года, ну, что-то на грани экстрима. Ну, а теперь информация для тех, кто прямо сейчас стоит перед выбором, какой бьюти-бизнес открыть, купить франшизу или начать самостоятельно. Главным преимуществом любой франшизы является грамотное сопровождение партнера на этапе открытия и оказания поддержки в течение всего периода работы. Это очень ценно для новичков и помогает избежать массы ошибок, при условии, конечно, что франшизер имеет достаточную компетенцию и будет добросовестно выполнять свои обязанности. Но давайте посмотрим детально, что дает франшизеру в случае продажи франшизы студии коррекции фигуры. Он помогает закупить оборудование, он организует для вас обучение, поможет наладить СРМ и привести первых клиентов. А что потом? Когда вы уже открылись, освоили все текущие процессы и готовы развиваться в своем темпе, но выясняется, что в рамках франчайзингового договора у вас есть ограничения, возможно, даже условия оплаты паушального взноса за открытие второй студии, но и, конечно, обязательства ежемесячной оплаты роялти. Роялти могут быть как в твердой сумме 10, 20, 30 тысяч, так и в процентах от продаж. И тут уже встает резонный вопрос, за что я плачу? А при желании выйти из сети и работать самостоятельно, опять же, вас ждут большие расходы на ребрендинг, смену дизайна помещения, утилизации всех брендированных элементов, а что, если изначально открывать студию самостоятельно, но с квалифицированной помощью? Приведу в качестве примера реальные показатели моих клиентов. Полная сумма инвестиций на открытие студии коррекции фигуры с тремя аппаратами, набором из семи услуг, полным ежедневным сопровождением в течение месяца, а также индивидуальным обучением, работе на всех трех аппаратах, обучением комбинации этих методик и составлению индивидуальных программ для клиентов, чтобы выдавать им максимальный результат в коррекции фигуры. Закупкой набора мебели и расходных материалов, брендированной формы и так далее составляет всего до 500 тысяч рублей. При этом средняя чистая прибыль составляет 210 тысяч в месяц, а это 42% от затрат на открытие. Окупаемость 2,5 месяца и нет ежемесячных затрат в виде роялти. А если в дальнейшем будет потребность разобрать какой-то вопрос, например, по масштабированию, всегда можно взять разовую консультацию и получить помощь. Для расчета этих показателей я брала результаты своих клиентов, которые открывали студии с начала этого года и шли по моей программе индивидуального наставничества. Вот отзыв одного из таких клиентов. Наталья, бывший работник детского сада, мама двоих детей, открыла свою первую студию в Тюмени в феврале этого года. С конца марта в ее расписании вообще нет свободных окошек и запись забита на полтора месяца вперед. Она стала мастером, которому клиенты встают в очередь и даже в разгар сезона не идут в другие студии, а терпеливо ждут своей записи. Работать с Кристиной впервые я начала еще в январе месяце. Это был формат просто консультации онлайн, где мы обсудили какие-то общие моменты съема помещения, бюджета, какие процедуры помимо LPG можно включить в работу. Далее шло время, и я понимала, что консультаций мне явно будет недостаточно, поскольку как посчитать себестоимость процедуры, как выстроить вообще весь бизнес-план, какой аппарат выбрать, как выбрать правильное помещение, на что обратить внимание, как выстроить прайс, как промониторить конкурентов. Вопросов было очень много, и я поняла, что я так не справлюсь, и мне необходимо наставничество. Хочу сказать вот что. Ни на секунду, ни на долю секунды я не пожалела о том, что с Кристиной мы заключили договор на наставничество. Очень плотно работали в течение месяца. Это просто, я не совру, если скажу, что 24 на 7 мы были на связи. Любые вопросы, которые у меня возникали, всегда, всегда Кристина мне отвечала. Были видеосозвоны, видеоконференции, аудиосообщения постоянно были на связи, текстовые, да. И все это было очень-очень понятно, доступно. И что, в первую очередь, что мне помогло? У Кристины четкий план действий. Прямо вот этого мне конкретно не хватало. Я понимала, что шло время, а действий не было. Были только мысли. Вот именно работа с Кристиной дала мне эти действия. Потому что всегда было четко. Так, сегодня это, это, это. Завтра это, это, это. Послезавтра это, это. И ты просто следуешь пошагово каждый день к своей цели. В результате работы в феврале, 17 февраля, я уже заехала в кабинет, который арендовала. Вот здесь его видно, светлый, чистый. Вот он аппарат. Их уже там у меня три аппарата. Вот, и начала работать грамотно, настолько грамотно все помогло мне выстроить Кристина в плане рекламы, с юридических сторон, с оформлением самозанятого, еще раз повторюсь, с прайса, потому что это очень важно. Посчитать себестоимость процедуры для меня было это прям новым и настоящим открытием. Так вот, в феврале, 17 февраля я начала работу. Пошли первые клиенты. Не буду лукавить, часть из них была, это знакомые, но также были и приходящие клиенты, Авито, Дубльгиз. Параллельно, когда уже открылась студия, я начала проходить обучение по аппарату Ким. Совсем недавно приобрела вибромассаж, тоже прошла обучение онлайн у Кристины. Все фишечки, все изюминки в похудательных процессах я теперь знаю. И что хочу сказать, клиенты идут, клиентов много, клиентов некуда записывать. Я работаю одна, работаю с 8.30 до полдесятого иногда. Но я что хотела, то и получила. Я ставила себе цель определенную, денежную. Эта цель достигнута. Сейчас я четко понимаю, что мне нужно расширяться. Спрос на процедуры большой. Отказываю многим клиентам, поскольку некуда просто их записывать. Поэтому я в поиске сейчас помещения на два кабинета, настроена на покупку еще одного аппарата. Ну и, конечно, буду мастеров нанимать, работать. Вот так вот, не побоявшись и позволив себе приобрести самое дорогое обучение в жизни, я стала бизнесменом. Ну, на самом деле, да, прибыль очень хорошая. Что хочу сказать про личностные качества Кристины? Это человек реально стратег, человек, человечный человек в первую очередь. И до сих пор по каким-либо вопросам, когда у меня есть какие-то сомнения, да, какую программу назначить конкретному клиенту, я консультируюсь. И всегда, всегда этот человек мне дает стопроцентный ответ, как полагается. Я безумно довольна работой. И просто благодарю Бога, что и себя, что не побоялась и стал работать с этим человеком. Открытие первой студии с нуля без опыта – это волнительно. И здесь очень важно понимать два момента. Первый – это то, что ваш успех в большей степени будет зависеть от того, насколько качественное обучение вы пройдете непосредственно по методикам, по технике работы, потому что главная задача в нашем бизнесе – давать клиенту результат в коррекции. И второй момент – идти к открытию последовательно, пошагово, выполняя каждую задачу из огромного списка. Если вам интересно сопровождение в процессе открытия, пишите мне в Telegram. Отправлю полную программу наставничества новичков. Пока-пока!